Раскрыть укрытие на многолетних травянистых растениях. Розы открывать нужно постепенно, чтобы они не сгорели на солнышке. Укрыть и снимать несколько приемов. Снимать желательно в пасмурную погоду, или в дождливую, в пасмурную погоду, или под вечер. И снимать послойно. Сначала один, потом другой, потом третье. Весной можно проводить весеннюю обрезку плодовых и декоративных плодовых кустарников. Последняя обрезка проводится по плодовым до распускания почек. Вот так мы спустились почки, обрезать уже поздно, обрезать нельзя. Единственное возможное обрезки делаются по больным веткам. По здоровым уже поздно. Значит, обязательно можно и можно опрыскивать. Опрыскивать весной при температуре воздуха не ниже 10 градусов. 8-10 нижний предел. Опрыскивают от болезней и вредителей. От болезней опрыскивают в первую очередь медным супоросом или бордовской смесью. А от вредителей можно использовать препараты, которые есть в ассортименте магазина, универсамо. Которые от вредителей наверняка есть интавир, наверняка есть искра, децис, наверняка есть. Это основные такие, такая пряда. Опрыскивать от болезней нужно до начала цветения. От болезней и вредителей до начала цветения. Или, в крайнем случае, после цветения, когда завяжутся плоды. Во время цветения никакого опрыскивания проводить нельзя, чтобы ваше опрыскивание не попало в ваши плоды. Обязательно весной или желательно, это как бы на усмотрение садовника или владельца сада, нужно проводить или можно проводить побелку. Кто-то считает это эстетично, кто-то считает это ненужным. Это на ваше усмотрение, но это лишним не будет. Во-первых, задержка сокодвижения небольшая, дает нам запас такой, чтобы не померзли цветы, под июньские заморозки не попали. Во-вторых, в какой-то степени защищает от вредителей ранневесенних. Поэтому побелка возможна. Весной обязательно надо вносить весеннее удобрение. Кроме того, что вы знаете наверняка азофоску, амофоску, такие удобрения комплексные, мочевину, карбамид. Но это азотные удобрения. Вообще все удобрения, которые содержат большее количество азота, это удобрения весенние. Но если вы сомневаетесь и не уверены в себе, что выбрать, какое удобрение, берите удобрение, на котором написано весеннее. Так и написано. Летом вы вносите летнее удобрение, осенью осеннее. Значит, первые внесения удобрений под кормки делаются еще по талму снегу. Вот вы приезжаете на свой участок, видите, где у вас обозначились цветники, прямо по талму снегу можете насыпать удобрение. Оно вместе со снегом впитает ваш цветник. Если же вы опоздали, приехали, снег уже растал, значит, можно внести его прямо по многолетним травянистым декоративным растениям. Или под кустарники, или под древесные. Первое внесение по сырой земле, когда земля еще только-только отходит от холодов, от морозов. А следующее удобрение вносится, когда растения начинают разворачивать первые листочки или набирать бутоны. Вот второе удобрение, вторая подкопка в начале кутеризации. Весной можно и нужно сажать многолетние и особенно древесные кустарниковые растения. Весной можно их сажать и с закрытой корневой системой, как в течение вообще всего сезона, и в том числе с открытыми корнями. То есть без то, что вы покупаете с голым, так называемым, корнем, не в горшке земной. Значит, в это время можно сажать в конце апреля, в начале мая, и сейчас еще середина мая, вполне допустимо посадить те же яблони, груши, плодовые деревья и декоративные кустарники. Я уверена, что в ассортименте Максидома есть любой интересующий вас товар, в том числе и розы, всевозможные розы различным видом и групп. Кстати, помните, пожалуйста, что розы, посадка роз и уход роз зависят от их группы, от принадлежностей. Розы принадлежностей сажают и ухаживают там по одному, розы привитые по-другому и обрезают их тоже одни по одному, другие по-другому. Это зависит от того, в какой группе роз они относятся. Обязательно весной, если вы не посеяли рассаду сами в тепличках своих в парниках, можете приобрести ее в Максидоме, кроме того, рассаду цветов. Но сейчас еще не поздно посеять и в тепличке под угрозу этих заморозков весенних, июньских, а можно и в открытый брус посеять очень многие растения. Например, ту же медиску можем сеять, салат можем, это полудостойкие культуры. Можно посеять, еще не поздно капусту посеять, укроп можно, морковь сеять. А вообще, запомните, пожалуйста, морковь лучше сеять в июне, потому что тогда она минует опасность вот этой самой морковной мухи, от которой морковка волосатая и кудрявая становится. Поэтому спокойно, не волнуйтесь, в июне в середине можно сеять морковь. Кроме того, весной сейчас пора уже, кто-то уже отсеялся, кто-то еще нет, можно сажать картошку, и нужно сажать картошку. Но не спешите, если вы не успели, не отчаивайтесь. Картошку сажают даже в более позднее сроки, и зависит это от скороспелости. Я сегодня вам принесла показать, как выглядит картошка, хорошо проэровизированная. Эровизированная, это значит подготовленная, выдержанная на свету целый месяц, без воды, без земли. Она выдерживается на свету, на рассеянном, на солнышке, для того, чтобы у нее образовались прекрасные ростки с зачатками корней, с зачатками листочков. Вот такая картошка проэровизированная всходит через 10-12 дней, а неэровизированная картошка всходит в 21 день. Разница огромная. Скорее взойдет, скорее вы получите готовый продукт. Причем, если вы сажаете вот этот, например, сорт Розара, если вы сажаете ультрараннюю или раннеспелую, ее можно выкапывать через 55-65 дней после сходов. Не посадки, а всходов. Значит, смотрите, какой у вас получается серьезный забег. Ну, дней 10, может быть, 12. То есть, картошку уже начали выкапывать чуть ли не в середине июля. Я правильно сказала? Юля, Юля. Чувствую замесло. Извините. Значит, сейчас еще можно, значит, посеять что-то на рассаду. Например, свеклу можно посеять в теплицу, потому что, запомните, свекла, культура, как говорят, она же холодостойкая. Она холодостойкая, но она теплолюбивая. Она не любит замораживания, она не любит попадать в вас в заморозки. Тогда она становится твердая, деревянистая и идет в стрелку, потому что у нее защитная реакция срабатывает. Ей надо всеми силами оставить потомство, а потомство – это семена. И она гонит, стрелует, цветет. Если вы посадите свеклу сейчас, посеете свеклу в теплицу сейчас, во влажную, теплую землю, можно и накрыть пленочкой, которая есть в ассортименте, нетканым материалом, который тоже есть в ассортименте, у вас она взойдет через 3-4 дня в теплой земле. И потом вы ее держите числа до 10 июня, как у нас известны заморозки наши, июньские, начинаются где-то со 2-го, 4-го и заканчиваются с 10-го. Вот после 10-го можно насаживать под грэппикрут, хотите бегонии, хотите варкацы, все что угодно. Можно высаживать, уже открытый год. И высаживаем все, что у нас грелось в теплице. В теплице вы высаживаете ту же рассаду свеклы после 10-го июня, вот тогда полите ее хорошенько во влажную землю, укрыть чем-то, накрыть пленочкой, замаскировать, да, чтобы лептица не весел ее не сушила. И тогда у вас в июне или в дюле вначале уже будет прекрасная, столовая, бучковая продукция замечательная. Значит, свекла любят поливой, теплой водой. Поэтому по поводу того, что она холодостойкая, вы не обольщайтесь, она теплой водой. Посадка торпочеля. Самое, ой, сейчас самое-самое прекрасное, что вы должны сделать в мае, это прочесывание газонов. Ваши газоны вышли из зимы, приплюснуты таким двухметровым снегом. Они у вас вышли ослабленными, потому что задохнулись под снег. Тим-то с теплом, они, кто-то приедет, кто-то вернет, под таким толком снегом они не вернут, они приедут. Значит, вам надо их прочесать, прорытить немножко землю, но если она у вас оттаяла, если она уже вся сухая, нигде никаких застоев влаги, значит, можно чесать. Прочесывать по классике нужно в четырех направлениях. Сначала в одну сторону, в другую, от себя и последнее направление на зрителя, на себя. Значит, последнее прочесывание, вы позволяете, этим самым вы позволяете земли в газонах задышать. Даже заметная разница, вы прочесываете газон в одном конце, а там, где начали, он уже зеленеть начинает за один день. Разница огромная, что в глазах. Кроме того, прочесали в газон, и если стоит погода перед дождем, как вчера, за вчера, вы вносите удобрение, удобрение вносит в сухую погоду, но перед дождем. А если нет дождя, значит, полить. Удобрение существует специально, газонное удобрение. Ну, в крайнем случае, можно какое-то универсальное использовать, но лучше, специальное газонное удобрение, потому что они сбалансированы по МПК, по азоту, господи, калию, господи боже, клинки. Вот, значит, они сбалансированы по основным элементам, и поэтому для газона используют специально газонное удобрение. Обратите внимание, на сортименте Максидома обязательно, наверняка, есть удобрение газонное, написано, без сна, не путайте, газоны можно расти. Летом, в июле, вы будете...